А дальше начинается какая-то жесть. Здесь все герои, по крайней мере на данный момент, идеальные пациенты психушки. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня понедельник и это значит, что уже 6 дней с детьми мы дома сидим на добровольной самоизоляции. В этом есть, конечно, свои минусы, но есть и плюсы, потому что сейчас многие сервисы открывают бесплатный доступ к своим материалам, будь то книги, фильмы или курсы учебные. Поэтому, да, надо максимально проводить время с пользой. У нас сейчас в школе каникулы, поэтому есть неделька немножко расслабиться и ввязаться в очередной книжный марафон. Кстати, я еще участвую в предыдущем марафоне «Пять мгновений весны», из которого прочитала всего лишь 3 книги, а 2 даже не начинала и не знаю, успею ли прочитать их. Но, тем не менее, почему бы не поучаствовать еще в одном марафоне, тем более, что его название идеально сочетается с недельными каникулами. И да, это неделя чтения, которую организовала Лера Жук. Кстати, к бедам мирового характера у меня добавились еще и неприятности личного плана. И одна из них – выход из строя компьютера, где хранились все мои книги в электронном формате. Поэтому, видимо, придется для марафона выбирать то, что у меня осталось непрочитанного из моей читалки. Пусть я и не очень хотела трогать эти книги сейчас, но, видимо, придется. Тем более, что одна из них – это Франк Телье и его «Лес теней». А с этим автором я планировала познакомиться еще в прошлом году, но так и не притронулась ни к одной его истории. Поэтому, да, «Лес теней» – это будет первая книга, которую я прочитаю в рамках марафона «Неделя чтения». В общем, я прочитала половину или чуть больше книги Франка Телье и «Лес теней». Должна сказать, что ощущения пока очень-очень неоднозначные. По жанру это триллер, который рассказывает нам историю молодого начинающего писателя Давида, который в данный конкретный момент работает бальзамировщиком, то есть бальзамирует трупы, чтобы они хорошо выглядели на похоронах. Блин, кстати, только сейчас подумала, что это уже вторая история за месяц, где фигурируют люди, которые бальзамируют тела. Ну, да ладно. У нашего молодого начинающего писателя есть жена и маленькая дочь, ну и, конечно, его амбиции. Однажды он встречается с богачом Артуром Дофром, который предлагает ему написать роман, где главным героем будет сам этот богач, а роман, собственно говоря, будет о маньяке-палаче-125, которого прозвали так, потому что он вырезал ровно 125 грамм плоти из своих жертв. Конечно же, Давид соглашается вместе с своей женой, дочерью Артуром и его молодой любовницей, едут в этот особняк, который в книге называется «Шале», в центр глухого-голухого леса. Должна сказать, что это зима, бури, всё заметено, ни одного домика поблизости, но вы сами понимаете, что будет дальше. Сразу по приезду героев начинает твориться всякая жесть и дичь, начиная с обычных капканов на рысей и кончая подвешенными тушами свиней, которые находятся на разной стадии разложения. И самое обидное, что я уже сейчас представляю, как закончится эта история. Я понимаю, кто тот самый злодей, у кого какие прибамбахи. И чем каждый герой руководствуется. Пока это только мои догадки. И будет очень-очень обидно, если они полностью оправдаются. Вот правда, я очень расстроюсь, если автор хотя бы к концу истории не придумает какую-то фишечку, какой-то фильм, который заставит тебя удивиться. Но читаем дальше. Ну что ж, сегодня среда. Вчера я не снимала видео, потому что не успела дочитать «Лес теней» и «Франк Телье». И не очень-то хотелось снимать в принципе. Но сегодня с утра я все-таки дочитала эту историю. И что хочу сказать. Все оказалось ровно так, как я предполагала с самого начала. И не хотела, чтобы так было. Блин. Никаких подводных течений, никаких необычных поворотов или приемов. Никакого удивления, интриги или чего-то подобного. Даже малюсенького крючочка, который бы сцепил тебя в конце истории, здесь нет. Вся так называемая интрига просто лежит на поверхности. Бери и пользуйся. Она ничем не прикрыта. Она ничем не завуалирована. Она не имеет никаких подводных течений. Здесь ничего такого нет. Здесь абсолютно нет атмосферы. Хотя, казалось бы, здесь есть маньяк и жестокие убийства. Здесь есть таинственный, загадочный, темный, непроходимый, дремучий лес. Здесь есть Шале, у которого тоже много разных жутковатых историй, связанных с ним. Здесь есть писатель, который пытается во всем этом разобраться. И есть загадочный, богатый мужик-калека со своими придурями и психозами. И есть еще несколько довольно странных персонажей, которые, в принципе, могли бы составить хорошую картинку, хорошую начинку всей этой истории. Но нет. Весь этот так называемый триллер больше похож на смесь низкопробных фильмов, которые мы ежегодно наблюдаем десятками. Они написаны по одному сценарию. Только играют их разные актеры. И у этих героев разные имена. Может быть, меняется место действия. Но они все одинаковые. И эта история на 100% такая же. Ощущение, что ее просто списали с какого-то фильма или с нескольких фильмов и представили ее в виде книги. Ну и, конечно, как я уже говорила, самое обидное – это то, что она настолько предсказуемая, что даже не надо читать половину книги. Понятно уже все вот прям с первых страниц, когда мы только знакомимся с этими героями. Все. Не думая, не вникая, не гадая, ты понимаешь, как и что будет дальше и даже в конце. Я до последнего момента все-таки надеялась, что будет хоть какой-то крючочек, какой-то финтик от автора. Но нет, его не случилось, поэтому разочарование в этой истории полное и знакомство с творчеством автора опять не получилось. Я не знаю, почему так выходит, но это уже, наверное, второй или третий писатель, с творчеством которого я начинаю ознакомиться, не с той книги. Да, и это печально. Но ничего, как я уже говорила, сейчас мой компьютер сломан, поэтому я не могу скачать себя оттуда в читалку книги. Но, как оказалось, и в этом есть свои плюсы, и я вернулась к бумажным их вариантам и взяла одну из книг, которую не так давно включила в список 12 забытых книг. И это «Протекторы» Майи Еремеевой. У меня сейчас в руках первая часть на книжных полках, еще своего часа ждет вторая. Но вышла уже и третья, которой в наличии у меня пока нет, и я ее заказывать на данный момент не буду, пока не познакомлюсь хотя бы вот с первой историей. Я абсолютно не представляю, о чем эта книга. И, честно говоря, до последнего момента я думала, что книга называется не «Протекторы», а «Проекторы». Но я же не могу посмотреть и проверить, правильно прочитала название или нет, а так и думала, что «Проекторы». И при этом у меня неоднократно крутилась в голове мысль, господи, ну что же там за «Проекторы», что же они там могут такого делать? А нет, оказалось, все гораздо проще, и книга называется совсем по-другому. Но давайте с ней знакомиться. Итак, я читаю «Протекторы». Сейчас я прочитала полные четыре главы, и это ровно 94 страницы. Пока ничего не могу определенно сказать про эту книгу, потому что мы только начинаем знакомиться с ее некоторыми героями, с главными, как я думаю, персонажами. Но, очевидно, это не все главные персонажи, которые здесь будут фигурировать. Но мне пока определенно нравится, как легко она написана, как развиваются здесь события и заложена здесь динамика. Очень надеюсь, что и дальше динамика сохранится, и автор не растеряет ее по ходу повествования, поэтому читаем дальше. Прошло часа четыре, я все так и читаю «Протекторов» моей Херемеевой, и сейчас я почти уже на середине книги. Это 212 страница и начало 10 главы, и что хочу сказать. Пока вся та хваленая мною динамика в начале книги сохраняется, что меня очень радует, мы имеем мир, в котором живут люди, такие как мы с вами. Живут охотники, которые умеют подчинять разум человека и с помощью этого дара совершать жуткие вещи, будь то убийства, взрывы и прочая-прочая жуть. И, собственно говоря, те самые протекторы, над которыми не имеют власти охотники, то бишь они не могут подчинить их разум своим каким-то низменным желаниям, а напротив являются жертвами, за которыми охотятся протекторы и уничтожают их. С первых страниц этой книги мы знакомимся с главной героиней Дестани, чье имя в переводе «Судьба», такая ремарочка, которая тоже имеет свой смысл. Так вот, эта девушка, ей 18 лет, она целеустремленная, умная, обаятельная, привлекательная, милая, добрая, нежная, скромная. В 7 лет она потеряла своих родителей, которые также были протекторами, к чему она сейчас и стремится. На момент первого нашего знакомства с главной героиней она находится на стадии сдачи выпускных экзаменов, успешно пройдя которые поступит на работу в некую организацию, где ей будет присвоен статус протектора и, собственно говоря, она начнет свою работу по уничтожению охотников. Так вот, Дестани успешно проходит этот экзамен, кто бы сомневался, и накануне отъезда ее в организацию у нее происходит довольно-таки странный разговор с ее учителем, который, в свою очередь, заменил ей отца. Учитель, которого зовут Леонард, задает ей очень странные вопросы, которые имеют свое продолжение дальше в книге. Я не буду о них сейчас говорить, дабы не проспорили сюжет, потому что, ну, это все-таки важно. Разговор на данном этапе заканчивается ничем, и Дестани уезжает в святая святых протекторов. Дальше мы знакомимся еще с некоторым количеством новых персонажей, которые занимают свои ключевые позиции в этой истории, и среди них есть брутальный самец-красавчик-лапочка-умница и душечка, в которого, конечно же, втюхивается наша главная героиня. Да, без этого никак. И дальше, по всем законам жанра, начинаются ее страдания, сенания, слезы и сопли. Какой он прекрасный и замечательный, но они никак не могут быть вместе, потому что кто он и кто она. Да, это печально, но в данном конкретном случае очень мило, любопытно и интересно. Дальше сразу здесь же хочу сказать, что возрастные ограничения у этой истории 16+, но, как по мне, ее можно читать и в 14, и в 15, и в 13, потому что здесь очень доброе, правильное, такое нежное, чуткое развитие отношений между мальчиком и девочкой. На этом с сюжетом, пожалуй, все, потому что очень хочется узнать, что же там будет дальше. Сегодня воскресенье, значит, последний день недели чтений, и я успела дочитать первую книгу протекторов моей Еремеевой, и даже принялась уже за вторую, прочитала пока совсем немножечко, и о своих впечатлениях расскажу в одном из следующих видео, а вот о первой части, о первой книге протекторов все-таки пару слов скажу. В общем и целом, мне эта история понравилась. Более того, я была приятно удивлена и, может быть, даже поражена, насколько интересно и увлекательно она написана. И это при том, что написана она начинающим автором, который только-только делает свои первые шаги. Мне понравилась динамика сюжета. Все, что Майей было заложено в начале истории, сохранилось и до конца. Мне понравился этот мир. Мне понравился сам сюжет. Мне понравился легкий, непринужденный язык, которым написана вся книга, и то, как она читается и воспринимается. При этом ты также с легкостью в нее погружаешься, вживаешься и проживаешь эту необычную жизнь вместе с ее героями. Здесь довольно симпатичные герои. Да, по большей части они обычные, клишированные, штампованные, но тем не менее все равно интересные. За ними хочется наблюдать, хочется узнавать, хочется знакомиться с их историей и увидеть, что же будет с ними дальше, какими они станут, как они раскроются. В данном конкретном случае мне понравилась кропотливость, описание всех сцен, эмоций, чувств и даже каких-то, казалось бы, незначительных деталей. Опять же, в данном конкретном случае это не раздражает, а помогает тебе еще проще, еще легче как-то вжиться, влиться в эту историю, в этот мир. Что касается сюжета. Любовный клубок здесь разрастается с той же скоростью, что и снежный ком, но так ни к чему пока и не приходит. И это, видимо, мы узнаем в следующих историях, хотя все мы, конечно же, догадываемся, чем все это закончится. Также постепенно, маленькими шажками мы начинаем разгадывать все эти загадки, которые в виде вопросов задал учитель Дестани в начале книги. Да, к концу книги мы еще и так ничего и не поймем, ничего не разгадаем. Тем не менее, этот клубок тоже очень быстро разрастается, и у тебя появляется дикое желание побыстрее прочитать эту историю до конца и узнать, что же придумал автор, как он все раскроет, раскрутит и что представит нам в конце. У меня, конечно, есть и свои соображения на этот счет, но, думаю, я в корне ошибаюсь. Говорить еще что-то о сюжете, думаю, не имеет смысла, так как это может быть очень большим спойлером, потому что история только начинается, только завязывается. Но здесь очень много важных событий, которые будут раскрываться дальше в книгах, во второй, в третьей части. И если я упомяну о них сейчас, могу очень сильно испортить вам впечатление от прочтения и первой книги, и последующих. Поэтому на этом останавливаемся и увидимся с вами в следующих видео. Пока!